Круг бойцов, судей, в которой в бригаде содержится обстановка, то, что пытаются создать нагнетение, во-первых, это не так. Да, идет следствие, есть два человека, два бывших военнослужащих, которые задержаны по статье 115-й, часть 2-я, это умышленное убийство, совершенное группой лиц. Но, все-таки, я более чем уверен в том, что эти люди не виноваты, и это обвинение, оно огульно, ибо оно строится больше на эмоциональных, скажем так, представлениях военных прокуроров, те, которые представляют в данном случае, представляли обвинение в Краматорском военном суде, ибо данных два человека, это Змеи и Крым, я более чем уверен в их невиновности, я более года воевал с ними плечом к плечу, и просто я знаю этих людей, я знаю психологический портрет. То есть люди, они просто не способны на убийство своих же людей, во-первых, это патриоты своего государства, во-вторых, они представляют именно те яркие черты представителей именно украинского правого государства. При предположении, скажем так, группы волонтеров, волонтеров, те, которые высказали свое негативное имение в адрес бригады, но, во-первых, большинство этих волонтеров, при всем уважении к их хорошему, позитивному прошу, то есть помощи военным организациям, подразделениям и частям военных сил Украины, но, увы, данные люди даже не были на той местности. То есть все их предположение строится больше на эмоциональной составляющей. Это раз. Второе. Неоднократно нами, к нам приезжали комиссии, это были представители, так сказать, волонтерских движений, которые входят в состав советников министра обороны, в состав президента и просто были на этой территории. То есть они совершали рабочие поездки и проверяли маршруты движения группы, проверяли территорию, на которой мы находимся, на наличии и порядок осуществления пути контрабанды. И в лучшем случае их результаты работы вызывали у них своих недоумений, ибо они приезжали искать контрабанду и, увидев совсем наоборот, просто они выезжали восходясь. Это раз. Второе. Личный состав, или та контрабанда, которую мы имеем в виду, во всех ее представлениях, да, там идет много фур, большие потоки, она как таковая напрочь отсутствует там. Ибо единственный связывающий звено с территорией временно оккупированной, которая находится под угустом реки, это является мост города Счастья, на котором находятся наши подразделения, они осуществляют его охрану. И любое перемещение транспорта, перемещение людей или личного состава, скажем так, оно настолько контролируется, и просто ни одна машина, ни один даже велосипед там не проедет. Даже переход людей, если там проводится вот обмен пленными, или ротация подразделения бассейна, проводится только с личного разрешения моего, ну и, соответственно, полученное разрешение высшестоящего штаба. Перемещения такого, как фуры, нет. Есть, скажем так, на территории, которая нам подконтрольна, это порядка 80 километров на личке Северский Донец, есть небольшие лодочные переправы, хаотичные, на которых идет переправа людей. Я не знаю, от кому это выгодно, исходит компания по дискредитации. Насколько я понимаю, после гибели группы было озвучено обвинение в адрес бригады, люди, которые его озвучили, они довольно-таки, скажем так, авторитетны в определенных кругах, и сомнения тех людей, которые, ну, их знают, просто не возникало. И потому вот это просто поднялось общественное мнение на тот момент. Учитывая, что уже прошел определенный отрезок времени, и, увы, но оно поддерживается данное мнение, потому, так и не слухи эмусируются. Но еще раз вернусь к тому, что, невзирая на то, что это неправда, ни одна комиссия, которая приезжала, это не доказала, ни один человек просто, по-другому назвать, как это, маргиналистных людей больше не назовешь. Добиться, в принципе, я хочу только одного. Дабы дана была правовая оценка действиям представителей военной прокуратуры. То есть тем людям, которые, скажем так, стоят на страже закона, в то же время, я считаю, они, в первую очередь, сами должны это соблюдать. Причем во всех его канонах, рамках, всех его непостаси.